Свалку сегодня напоминает двор героев нашего следующего сюжета и все из-за того, считают люди, что управляющая компания просто не хочет решать череду коммунальных проблем. Причем дому не больше шести лет. В 2013 году его построили для детей-сирот. Но уже сейчас просто гулять рядом там уже невозможно. Характерный шум воды в подвале дома на Рухляде в 17А означает лишь одно. Кто-то принял душ или сходил в туалет. Большая часть сточных вод не уходит в канализацию, а скапливается тут же под многоквартирным домом. Когда соответственно там один, второй, три квартиры, хоп, смули, бежит ручей, бежит сюда. Надежда Сакерина с мужем купили квартиру в этом доме для сирот. По закону, спустя некоторое время выпускники интернатов, получившие жилье, вправе распоряжаться им, как захотят. Но при покупке жилья никто из покупателей и не думал, что дойдет до такого коммунального хаоса. И проблема усугубляется от того, считают люди, что не так давно к управлению домом приступила новая организация «Вязкая управляющая компания». Причем находится она не в наавязском районе, а где-то в центре Кирова. И коммунальщикам до этого коллапса нет никакого дела, уверены жильцы. Дом находится по территории очень отдаленно. Чтобы заявку, говорю даже на пломбировку счетчиков, ждешь две недели. То есть две недели ты платишь им там по какому-то тарифу. При этом скоро лето и какие тут могут быть санэпиднормы, переживают люди. На детской площадке уже озеро из канализационных вод образовалось. Кстати, этот дом был одним из первых в городе, которое власти строили для сирот. Его сдали в 2013 году. Вот как подрядчик тогда отзывался об объекте. Экологически чистые. И пар изоляция с обеих сторон. Метод термоса. Мне самому лично нравится эти дома. Но уже в 2019 году дом пошел по швам. Щели такие, что тараканам не нужно искать обходных путей. От соседей к соседям идут напрямую через потолок. Не лучшая ситуация и в ванных жилого дома. Стоит соседям сверху принять душ и по всему потолку образуются подтеки. Все как сделано здесь, вот так и сделано. Ну и соответственно, вот, пожалуйста, результат. Это капало-капало, бежало-бежало, все здесь отошло. Видите, подтеки, то есть все равно, видимо, ну, унываясь там, что-то попадает, оно все равно все протекает. Телефоны управляющей компании, они уже, что называется, оборвали. Не знают, кого еще просить помощи. Жить на канализации с треснувшими стенами, говорят, уже невыносимо. Продолжение следует...